Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Этим видео уроком мы заканчиваем разговор о современных таск-менеджерах. Мы уже рассказывали об Asani и Basecamp сегодня на очереди Trello и его улыбающейся хаски в качестве помощника. Работа с Trello стандартно начинается с регистрации на сайте. Приложение бесплатное, но если вы захотите увеличить функционал, вам придется доплатить. Мы этого касаться не будем и посмотрим, что может предложить бесплатный аккаунт. Зарегистрировались и нас встречает достаточно скромный интерфейс. Первое впечатление обманчивое. На самом деле тут много всего и в использовании Trello очень удобен. Давайте посмотрим на хаски, немножко развеемся. Хаски здесь это помощник. Конечно, немного унизительно, что нас обучает собака. Ну ладно. Собственно, перед нами пример доски. Это сродни маркерным доскам в офисе и как на офисных досках мы пишем списки задач и потом стираем по мере выполнения, так и здесь. Можно удалить карточку, можно переложить ее в другой список, например, сделано. Ну или как здесь написано «попробовал». Карточки можно открывать, по каждой есть несколько дополнительных настроек. В них можно добавлять описание, вложенные файлы, картинки. Здесь, видите, нам предлагают вдохновиться чужими досками. В Trello вы можете расшарить доски для внешних пользователей. Это регулируется настройками приватности. Непосредственно эта доска меня не вдохновила. Вернемся в Trello и удалим ознакомительную доску, чтобы начать с чистого листа. Итак, я создам пару личных досок. Это то, что касается моей личной жизни. За четыре замка на восьмом этаже. Одна про работу, вторая про жизнь. И одна глобальная. Зайдем на планы по работе, добавим цепочку карточек. Например, «Теплица» и прочие проекты. Что нужно сделать для «Теплицы»? Нужно снять скринкасту «Пирио». В прочих проектах доделать клип для театра. Но еще заведем цепочку «Сделано». Предположим, я снял скринкасту «Пирио». Перекладываю его в «Сделано». Могу заархивировать или вообще удалить. А по клипу для театра я хочу попробовать подключить манагера к созданию коллажей. Это такой музыкант из Сибири хорошие коллажи делает. Поставлю метку, поскольку это важный этап. Справа есть настройки по этой доске. Можно пригласить участника. Я по традиции приглашу второго себя. Тут основные настройки, а тут список всего, что происходило с доской. Возвращаемся на главную. В планах на жизнь заведем цепочку «Управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров». Для этого нужно, во-первых, научиться управлять вселенной, во-вторых, изучить повадки санитаров. Естественно, заведем раздел «Сделано» и будем ждать момента, когда эту карточку можно будет переместить сюда. Ну, доску глобальной я пока трогать не буду, а перейду к закладке «Создание новой команды». Надеюсь, примерно понятно, что это. У вас есть проект, вы собираете под него команду. Участники команды видят, соответственно, только те доски, которые вы заводите внутри команды. Здесь мы выбираем участников. Давайте я уже, наконец, приму приглашение, чтобы меня потом легче было искать. Присоединяюсь к «Хоббитам» и я участник команды. Естественно, как полноправный участник, я сразу создаю доску и завожу первую цепочку карточек. Мы отправляемся в Мордор. А я первый, соответственно, вижу второго участника, могу изменить его статус на администратора, могу посмотреть, что он делал. Так, еще важной функцией Trello является интеграцией с другими приложениями. Тут можно выбрать все, что угодно, но на бесплатном аккаунте что-то одно. Видите, есть Slack, Twitter. Но мы добавим календарь. Единственное, по-настоящему, нужное дополнение. Стандартный календарь. Если мы добавим дедлайн по карточке, это отразится в календаре. Видите, на одиннадцатой у меня появилась работка «Научиться управлять вселенной». Ну и все, тут настройки профиля, кнопка добавления и закладка с уведомлениями. Вот он еще один способ организации эффективной работы в команде. На мой взгляд, Trello, в отличие от Asano и Basecamp, подойдет не только для организации рабочего процесса, но и для личного пользования. Этот Task Manager как раз больше других напоминает так привычные нам в прошлом разноцветные стикеры, приклеенные на монитор вашего компьютера. Все, любите друг друга. Если вам жалко расставаться с разноцветными стикерами, переводите их в электронный вид, используя Trello. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать о теплице социальных технологий.